уважаемые любители моих небольших фотографических опытов сегодня у нас занимательная часть экспериментов связанных с новейшими камерами так сказать большого формата в цифровом диапазоне речь идет о хасибладе 907 который уже неоднократно фигурировал в наших экспериментах на это камера мне очень нравится очень приятная во всех отношениях и сенсор 44 на 33 ну почти вот в общем дает свои возможности в ближайшее время я расскажу вам о том как я эту этой камерой помогал дублировал съемку очень интересного календаря как вы понимаете в этом году он будет посвящен виски то есть я думаю что ценителей найдется среди сегодняшних зрителей достаточно много так вот я им дублировал как раз снимки сделанной камерой 4 на 5 дюймов что собственно говоря просто необходимо подстраховка не всегда вы можете быть абсолютно уверены в лабораторной обработке пленки да и в ее качестве иногда не очень часто таки времена пленочные как бы уже минули поэтому приходится пользоваться такими инструментами но сейчас речь не об этом речь идет о том что мне в руки на несколько дней попалась еще одна камера очень завлекательная это на самом деле gfx fuji вот такое новенькое изделие очень симпатичная во всех отношениях стандартной организации то есть все похоже на обычную полноформатную цифровую камеру удобная кстати говоря очень доброжелательная к пользователям то есть можно понажимать колесики она соответственно под этими двумя колесиками под после нажима переключаются режима что дико удобно есть есть видоискатель как известно в хассельбладе видоискателя нет и приходится ориентироваться по задней стенке ну который немножечко отклячивается так я не на большой уголочек ну а в основном если в автофокусе то снимается с помощью вот такого видоискатель я честно говоря пользуюсь только задником то есть у хассельблада вот такого видоискателя очень удобного который нужен на ярком солнце просто как воздух нет здесь плюс еще достаточно большая большой экранчик который располагается сзади этой камеры и даже слегка люфтует то есть можно его чуть подклячивать камера хороший объектив очень похоже около 60 миллиметров то есть если у хассельблада это объектив 2 и 8 65 то здесь 2 и 8 63 миллиметра в общем то близкие друг другу по всем параметрам могу сказать что для оперативной съемки если вы не эстет не извращенец и не снимаете исключительно натюрморт и ландшафт и то есть если вы не такой спокойный художник который может посадить модель привязать ее веревкой к столу или там зажечь зажать уши и спокойно не торопясь снимать то конечно вам хассельблад очень подойдет но эта камера имеет и преимущество потому что во первых у нее 100 мегапикселей разрешения а здесь только половина от них ну и соответственно если вы посмотрите на картинку мира вы увидите что эта разница весьма заметно там где уже за гранью разрешения хассельблад картинка так сказать начинает рассыпаться здесь она вполне четко и хорошо работает по разрешению матрицы конечно фуджи фильм превосходит хассельблад разговора нет удобство скорость умение быстро переключаться переходите режимы то есть позволяет ей снимать практически как полноформатной камеры портретная репортажная съемка то есть очень удобный довольно быстрый автофокус здесь и все эти достоинства делают ее общедоступной для такой привычной и журналистской работе только с высоким очень качеством что можно только порадоваться за фуджи потому что я тестировал первую из этой серии так сказать с большими матрицами камер 50 мегапиксельная ролик известен к сожалению она таких положительных впечатлений не оставляла это безусловно огромный шаг вперед и по удобству по управлению доступности и продуманности для оперативной съемки так что в этом отношении фуджи достигли некого такого высокого уровня с чем я их и поздравляю но есть и некоторые проблемы которые традиционны у камер которые изготовлены в японии вот вообще так сказать восточный дизайн он предусматривает некие несколько странноватное отношение к цвету но это хорошо известно не только для камер фуджи но и для sony для канона для никона к сожалению светом там большие проблемы но как вы понимаете если мы посмотрим вот на два кадра сняты очень красивые место в районе владимира то вы увидите что осенние листва передается мягко говоря этой замечательной камеры с высоким разрешением но очень не точно по цвету можно ли с этим справиться да конечно можно вы безусловно можете решить эту проблему как ну один вариант это у тех у кого руки растут не из того места из которого растет голова есть такие среди наших слушателей но они не отличают картинку от айфона от картинки от полноформатной матрицы или тем паче от пленки мы таких в расчет не берем мы берем те кто все-таки имеет хотя бы два глаза и позволяя умеет ими пользоваться иногда вот для таких объясняю что чтобы добиться этой камеры прекрасного качества надо или поискать в интернете или обратиться просто в кутузов фото и вам там подскажут что есть среди любителей этих камер есть настоящие эстеты которые решили проблему цвета как дело в том что в ней внутри есть зашиты всякие имитации всяких пленок и если вы в этих имитациях внутри проведете настройки подгоните эту камеру то есть обработку под конкретную пленку то может добиться очень хорошего пленочного результата но с этим не надо возиться это за вас уже сделали любители fuji фильм если вы просто скачаете некое в некий файл на которых у вас укажут там кутузов фото или в другом ком-то месте вы получите возможность создать вот эти самые настройки внутри своей камеры и получить очень похожий на пленочный результат то есть исправить то что по каким загадочным для меня причинам не могут исправить на самой фирмы хотелось бы конечно чтобы это было сделано в заводских условиях и все эти настройки были же столь же эффективны как у хассельблэда ну тогда у нас не будет масса проблем поэтому уважаемые любители фотографии могу сказать что с известными стараниями как видите даже цифровые камеры со сложными алгоритмами обработки изображения требует вдумчивого подхода и дотирания ее пальцами ровно так же как и форматная пленка вы сможете добиться очень хорошего результата с фантастическим разрешением 100 мегапикселей на большую матрицу испытывайте такие камеры и получаете от этого удовольствие мне кажется что расширяя диапазон своих возможностей с помощью камер то есть первичной картинки которые вам никакой фотошоп никогда не создаст а то что вы получите с айфона фотошопе извините пожалуйста но так и будет напоминать те как ушки которые у вас были в самом начале никак это не исправить именно поэтому во всем мире стремятся перейти сейчас на большой формат видеосъемки я имею ввиду фирмы поновижен которые разрабатывает специальные матрицы для этого для этих целей именно для этого делаются колоссальные усилия по обработке цвета чтобы он максимально напоминал тот который мы видим с вами глазами а не те оранжевые физиономорде которые которыми наслаждались наши отцы и деды используя пленку кодек она вся уходила в оранжевый цвет на бытовом уровне и поэтому выглядело чудовищно все такие были загорелые довольные сытые и счастливые сейчас уже не так вот да и пленка это уже кончилось и больше не выпускает а профессиональная пленка к сожалению передает все точно и те же самые сине-зеленые физиономии которые встречаются у граждан и у нас в америке фотографии доминируют поэтому пользуюсь цифровыми инструментами старайтесь все-таки приближаться к реальности хотя абстракция я вас понимаю она намного слаще чем реальность поэтому выборе камер надо ориентироваться на ваши конкретные задачи что вы хотите получить финале и в этом отношении камера fuji gfx 100 100 мегапикселей имеется дают огромные возможности особенно если вы торопливый суетливый человек она дает шанс получить хороший снимок даже в суете пожелаю вам удачи в испытании этой камеры ну и получение огромного удовольствия ну или заработков если вы профессиональный фотограф на этом до свидания